а здрасте а всем друзья привет улинки очередная серийка у нас по золотому колосу и давайте сначала наверно пару слов о том какие изменения были по сравнению с прошлой серии для тех кто не смотрит стримы во-первых карта обновилась и много ошибок было исправлено и контракты исправлены теперь они есть я я просто не помню когда это пофиксили после серии или или уже на прошлое это было короче говоря контракты на уборку есть пофиксили вот эту херню что если здесь у вас уборка лука или моркови было давали тоже зерновые жатки это тоже исправлено лояльность теперь все работает в общем то все прекрасно много чего исправили много чего теперь работает ему примерно последние там пару дней как-то упоролись в контракты я упоролся и много стримов было на эту тему в общем то у нас 580 тысяч денег это неплохо но возможно друзья я уже показывал это возможно и нет короче говоря мы хотим купить поле номер 6 и принадлежит она лукошкиной марии 10 процентов у нее лояльность ее тяжело нафармить потому что у этой лукошкиной марии всего лишь два поля 6 и соответственно 23 больше у нее нет полей поэтому поэтому тут никак зато друзья ферма который мы тоже собираемся покупать она принадлежит мирошниковой даре и вот у нее кстати полей много поэтому потихоньку мы выполняем контракты и там но ферма мы купим только после поля и еще пару единиц техники надо обновить хотя как показала практика если хорошенько так упарываться в контрактике а я в них хорошенько так упарываюсь 36 штук было выполнено нормально да причем нормальные контрактики там даже уборку картофеля брали вот кстати приехал фэнт на базу здравствуй товарищ а ты откуда приехал я даже не помню откуда он ехал но и ладно так вот о чем я говорил я говорил про шестое поле и про лояльность не знаете ее будет тяжело нафармить поле нам надо причем как можно быстрее поэтому друзья я принял решение попробовать его выкупить так если она начнет выкобениваться то потратим опять-таки монетки так как я уже миллион раз сбрасывал сейф потому что надо было где-то я что-то ломал где-то еще что-то в общем-то монетки мы ищем заново а я их уже пособирал пару штук в общем ты должно хватать у нас 757 утра а значит погнали наверное мы в риэлторское агентство и попробуем выкупить шестое поле сделаем запрос точнее а потом будем развлекаться хотя нет у нас есть три минуты погнали сейчас развлекаться у нас есть шестое поле которое ждет свою уборку поэтому поэтому вот этого товарища мы отправляем на поле он там будет работать и вот этого товарища мы тоже отправляем на это самое поле пускай они ждут пока я сейчас вернусь и поставлю их в работу а мы погнали в риэлторское агентство об еще монетка к еще монетка да у нас как раз 8 утра стреляла поэтому можем сделать запрос поле номер шесть ну десять процентов лояльность в общем-то это больше чем ноль но не знаю поможет это или нет короче агент связался и когда нам придет ответ неизвестно когда это придет но в общем-то когда он придет мы будем готовы а сейчас погнали заниматься уборкой и еще куча дел у меня на эту серию и значится друзья пару слов о нашем поле я засеял сюда пшеничку она удобрена в общем-то поле вот прям то как надо маленькая конечно обещает нам 38 кубов урожая если мы посмотрим на цены то калининский элеватор самая высокая цена продажи нам пока что некуда это складывать поэтому мы это будем сразу продавать логично но в порт возить я друзья пока что не буду там вроде как писали что есть какая-то проблема с весами на въезде автодрайв мол их не любит короче хрен его знает тут разница в 1 евро на крупяной завод него а это с 12 часов у нас пока что 8 утра только но тут 333 в любом случае на жд станцию 300 кубов можно отвезти поэтому повезем туда плюс друзья еще пару слов о соломе там был разговор о том собирать ли солому на чужих полях короче говоря у нас солому можно продать только на ферме кузнецова и как и все остальные точки продажи она не бездонная 86 кубов если я буду собирать солому со всех полей то но типа смысла в этом никакого нету 86 кубов по 38 евро это не те деньги ради которых стоит покупать фуражный прицеп и тратить кучу времени и топлива на отвоз этого всего дела на продажу то есть на соломе здесь не заработаешь поэтому нахер ее она с тем временем кстати комбайн приехал красавчик чем моего в работу зарядить вот товарищ поехал работать только черну солому но ё-моё я же выключил во все распыляй нет он ее не хочет распылять да что ж такое то я понял курсплей сам ставит чтобы ее отделять вырубаем эту херню и все распыляю по полю потому что собирать ее нахер не надо еще где-нибудь просыпешь не там где надо на развороте увы тут нету скрипта расщепления соломы чтобы это было удобрение если перепахать но в любом случае будет так в общем то два вот этих вот парня у нас работают и пускай убирают поле а мы знаете чем займемся мы друзья сейчас пробежимся по заброшенной техники которая раньше например стояла здесь короче говоря надо будет ее пособирать что-то забрать себе а что-то продать нахер вот так вот для тех друзья кто играет на этой карте и не хочет спойлеров о том где эта техника вся лежит кто хочет сам ее всю найти пособирать то снизу вон видите по главам немножко но на таймлайне ютуба она по главам разделено и по начало поиск техники короче эту главу пропускайте ну а те кто кому пофиг кто не играет на ней или кто хочет всю эту технику подоходить сам в общем то погнали ее искать черт опять что-то изменилось ну ладно короче говоря смотрите какую штуку я нашел в первую очередь это друзья дополнительная цистерна для сейлок для удобрялок сюда удобрение силки можно но это для специальной штуки мы такой пользоваться не будем поэтому мы ее продаем за 6000 денег есть еще одна подобная хреновина которую мы находим ее мы друзья тоже продаем она мне не нужна и никогда не понадобится далее вот тут вот в кустах знаете что лежит там культиватор по он до лежит культиватор какой-то лужи в каком-то болоте у нас принципе по он точно такой же культиватор и куплен мне не такой же но примерно такой же в общем то он лишним не будет мало ли придется много культивировать короче запасной культиватор пускай будет когда будем обновляться на более широкий тогда продадим оба за этим культиватором мы сюда потом приедем когда-нибудь наверно и здесь же недалеко друзья по-моему чизель да чизель лежит в чизель культиватор тоже замечательная штука работает примерно как 4 метровый плуг требуется я забыл вообще про то что в игре исчезли если бы когда мы закупали технику я об этом вспомнил я бы в общем то купил бы именно вот такую штуку ну ладно уже она у нас тоже есть плуг нам тоже понадобится для объединения полей а когда поля будут требовать спашку мы будем это все делать вот таким вот чизелем так что мы его тоже оставим здесь вот в лесу друзья можно найти пинкареску кстати да а данный момент она нам тоже не нужна абсолютно мои скорее всего когда понадобится будем в аренду брать поэтому мы от нее избавляемся и какую-то копейку тоже получаем идем мы в фруктовые сады или теплички там нас ждет еще вот-вот сочная нас штучка там ждет вот тут а в кустах друзья спрятана удобрял очка вот она куда переехала и вот за ней мы тоже приедем она нам понадобится хотя может быть и не очень если бы она еще известью умела разбрасывать было бы круто ощути где-то монетка спрятана вот она я ее нашел уже девять штук собрали также друзья в одной из первых серий мы находили машинку я ее сам нашел в общем то мы ее тоже подбираем и мы ее тоже продадим нахрен 22000 у нас еще если что у нас есть круза когда на жд-станции кстати друзья спрятана вот такая вот штука это садить стополь и сосны по моему штука да да сажать деревья тоже 20000 мы за нее получаем я что-то как-то вы высаживанием леса заниматься не сильно планировал а если когда-нибудь нам понадобится высаживать лес я думала в том времени уже будет дохренища бабла мы купим себе такую же сейчас деньги нужнее а также недалеко от жд-станции есть вот такой вот погрузчик который мне в принципе тоже вообще нахрен не нужен если мы его починив за 490 евро он дороже станет ни хрена он дороже не стоит не надо его чинить до техника которую вы находите она ушатанная в ноль но это вполне логично значит и погрузчик есть ну и последнее кстати что спрятано на этой карте это вот такая вот жатко для new holland по моему она дэн да new holland как ни странно она нам тоже не нужна и стоит она цех 23000 охренеть дороже чем наша наша правда уже 14 3 моточаса отъездила но все равно в общем то вот такая вот техника погнали тогда возвращаться на ферму смотреть что у нас там происходит пока мы тут бегали искали все это дело а у нас тут друзья нихрена не происходит а знаете почему потому что сраный курсплей постоянно багается он даже гребанное поле нормально убрать не может постоянно в общем то ладно на стримах я рассказывал что бывает иногда за ним нужен глаз да глаз не может он развернуться нормально что-то там вроде едет вроде не едет ладно пускай она все убирается у нас пока вроде работы особой нету можно какой-нибудь контрактик еще взять вообще друзья поеду к я тогда пособираю всю технику которую мы по находили и привезу ее на базу а вот друзья и пришел запрос ответ на запрос всего лишь полтора часа прошло я правда время немножко мотнул но все равно довольно быстро ответ по поводу поля номер шесть в общем-то погнали да через базу напрямую я чё-то привык знаете ли бегать уже никаких телепортов ничего это я не люблю да кстати по поводу того что я перегнать технику хотел я друзья передумал меня сейчас доступен только лишь фиатик на фиатике собирать знаете ли по карте технику вообще впадло опаньки монетка а ну-ка иди сюда такс поля номер 6 335 тысяч она стоит в принципе и за 490 она готова его нам продать без монеток знаете деньги в принципе не проблема но наверно по большому счету короче мы берем пускай и в 3 дорога наберем у нас остается 207 тысяч и это прекрасно так что друзья я вас всех поздравляю с нашим новым приобретением вот это поле теперь тоже наше разумеется наша задача еще все это дело будет объединить но сначала надо чтобы вот это вот все дело созрела она находится даже не на темной зеленой стадии созревания короче это будет не скоро зато она удобрена на сто процентов это прекрасно так как друзья работой особой нету сейчас наверно комбайн тут работает я думаю мы закончим уборку этого поля вот этого поле когда она созреет и тогда я уже к вам вернусь опять мне кажется это будет правильно здрасте а всем друзья привет уленьки черт это уже было да в общем то чё я хотел сказать на хрен я сейчас включился смотрите у нас появился контракт предложение контракте лен нам предлагают выполнить контракт на лен смотрите время выполнения 73 часа у нас есть два поля и за 73 часа мы в принципе можем по-хорошему собрать три урожая с этих полей не знаю правда как долго лен зреет но не важно я в общем-то принял решение контракт на самом деле важная штука нам нужен рейтинг и все такое с учетом того что 6 поле у нас созреет не скоро плюс она не вспахана и возможно на нем нет на нем не нужна известь но все равно я в общем-то друзья принял решение принять этот контракт и забить на эту каналу поэтому мы сейчас убираем вот это вот поле которое у нас еще убирается а всю вот эту каналу мы просто тупо перепашем в общем-то контракте к мы принимаем 73 часа нужно два урожая 3 увы у меня нет никакой информации о том сколько льна будет на выходе в любом случае мы сейчас упарываемся в лен по крайней мере есть чем заняться это уже хорошо появляется цель они просто тупо сеем убираем и продаем комбайн работать еще здесь будет примерно полчаса я думаю что мы можем уже по крайней мере начать объединять эти поля правда объединять их нужно с помощью плуга сейчас вот этот вот парень везет чизель-культиватор и обычный культиватор который мы подобрали нашли спрятаны на базу как на базу домой к нам он их там бросит и потом в общем-то когда он все это сделает он привезет плуг на наши поля соответственно с помощью плуга мои друзья объединим поля а с помощью чизель-культиватора мы это все дело перепахаем и так далее перепашем перепахаем до перепашем перекультивируем и все будет классно нужно немножко лишь подождать в общем-то друзья я тут расчистил небольшую площадку чтобы не потерять пшеницу потому что мы сейчас начнем объединять поля комбайн продолжает дальше работать по тому маршруту который у него был сюда приехал фиатик уже привез сюда чизель и обычный наш плуг давайте как-нибудь все это дело мы расцепим бросим в кусты чизель вот так уж чтобы не потерять ну и чтобы он не мешал остальным а сами возьмем обычный плуг и пойдем пытаться ровненько объединить поле здесь скорее всего уже не работает та фишка 17 фермы которая позволяла прям мега аккуратно объединить поле но в общем то мы все равно постараемся gps у меня тоже увы нету поэтому будем просто по компасу стараться ровненько это все сделать главное вот эти вот две полосочки сделать ровненькими остальное пойдет как по маслу принципе с другой стороны есть у нас терраформинг с помощью которого можно будет потом это все дело подровнять если сделаем что лишнего я надеюсь справиться без него я думаю вот так вот будет норм надеюсь по крайней мере вроде бы относительно ровно я пошел не знаю честно говоря нормально пойдет меня устраивает в принципе когда она будет все засеяно видно не будет разницы плюс это выпирающая немножко травка и хрен с ней или все-таки блин сделать ровнее надо да не пойдет на самом деле нормально в общем то друзья по старинке кто давно со мной тот знает в общем туда надо немножко расширить вот эту вот штуку поэтому по-быстрому сейчас перепахиваем вот тут кусочек так вроде есть и вроде нормально должно хватить кстати канолка немножко подросла в любом случае она еще несколько часов будет созревать а у нас нету этих нескольких часов поэтому друзья погнали сейчас мы вот этим ребятам здесь мешать вроде как не будем я здесь площадочку себе обустроил давайте с этой стороны проделаем абсолютно ту же самую операцию только здесь опять-таки надо все вымереть и сделать прямо ровненько вроде нормально погнали да травка здесь просто попадает ничего страшного а вот здесь вот я лишнего по унцы панул да ладно ничего страшного посмотрим может быть потом я это все дело как-нибудь подровняю терраформингом благо есть такая штука да и вот друзья вроде как нормально да осталось только перепахать вот эту вот площадку которая идет между полями и этим друзья будет заниматься конечно же валерончик так что отправляем валерона и он в общем то все сделает причем минут за 10 он должен будет управиться самая большая проблема то что они могут короче мешать друг другу комбайн и и фиатик потому что у них скажем так маршруты здесь пересекаются но ничего страшного я думаю особо больших проблем из-за этого не возникнет но и вуаля друзья в общем то у нас все сделано поля объединены и теперь нужно это все дело перепахать причине на шестом поле у нас требуется пахота а на седьмом не требуется но мы друзья чиселем просто это все дело перекультивируем единственный косяк конечно будет в том что у нас требуется известь на вот этой маленькой пупущий которые мы сейчас объединили но на первый раз я думаю хрен с ней когда у нас потребуется известь уже на каком-нибудь хотя бы одном из этих двух полей я что надеюсь она на шистом не требуется я на шестом не требуется все прекрасно тогда мы посыпем известью полностью вот это вот все наше большое поле а пока что не будем этого делать я думаю там небольшие потери будут из-за недостатка извести на маленьком участке в общем-то бросаем мы здесь наш плуг и цепляем к фиатику чизель чизель культиватор и сейчас отправим его несмотря на то что еще уборка не закончилась в принципе его уже можно отправлять линфят на самом деле вот классный такой антуражники но вот падлы не поворотливы абсолютно вот это конечно у него есть такая проблема в общем-то этого парниша мы отправляем он сейчас здесь будет все культивировать готовить к посеву вот эти ребята уже тоже заканчивают в принципе комбайн манера поставим домой или пойдем убирать что нибудь другое хотя нет скорее всего отправим домой потому что вот этот фэнд ему нужно будет сеять мы его отправим вслед же за фиатиком черт фиат как же ты медленно едешь что если мы его починим а он еще не уставший зато чизель уставший точно мы же его не чинили мы его подобрали унылым в 12 километров в час он понесется красота да им тут вообще же понты осталось пускай катаются а мы погнали на садовый центр купим семян и продадим семена пшеницы кстати потому что я когда сеял пшеницу я не знал сколько семян нужно и в общем-то купил больше чем надо запасом знаете ли оказывается столько и не надо в тон целых два поддона у меня осталось еще кстати все елки остались семена на моих выгрузим это не проблема так где-то здесь можно было это вернуть черт неужели триггер пропал можно же было я точно знаю полин с теми обновлениями но здесь по моему раньше был триггер на возврат и он куда-то делся обидненько знаете ли я так не планировал играть а здесь выгружать семена его перенесли я понял его перенесли хоп до возврат семян все работает а я-то уж испугался что опять что-то сломалось в сэйве надоело новое начинать знаете ли ладно мы здесь не за этим нам нужно купить лен возьмем пять поддонов они благо недорогие вот я курс play пропишу сюда и в общем то он будет сюда есть пополняться потому что или автодрайв кстати тоже можно прописать наверное короче он сюда будет пополняться он сюда будет ездить пополняться туда и все будет нормально короче они до убирают поле я их заряжу в работу пятик у нас пока что тоже катается и как мы видим вот здесь вот у нас теперь не требуется вспашка не нуждается он теперь во вспашке плюс все удобрено это тоже прекрасно так что эту канулу мы перепахиваем увы увы и ах да вот и на этом мы друзья уже закончим на следующей неделе скорее всего мы проведем еще парочку стримов тоже по упараемся в контракте кипа фармим бабло плюс я тут за пару дней которые будут до этих стримов тоже может быть что-нибудь поделаю по крайней мере время я друзья мотать не буду и следующая серия начнется с того как мы будем убирать лен наверно и выполнять контракт на этом у меня друзья все не забывайте подписываться на канал если вы еще этого не сделали если вы здесь впервые потому что у нас тут ферма мать ее до чем будем заниматься в следующей серии я пока что не знаю план как бы есть но как быстро мы его будем реализовывать я тоже не знаю не забывайте друзья еще про лайкусики потому что их нужно прям до хренище и следующая серия не заставить себя долго ждать или стримец да а еще если вы хотите смотреть ролики заранее не по расписанию то можете оформить спонсорку она стоит копейки а мне будет приятно скажем так на кофе мне она друзья спасибо всем огромное за просмотр с вами был никита дилэй всем покаки